главное все-таки подобрать приманку и провод цвет приманки форму приманки на гандошку не берет и что я заметил на этой речке вода постоянно какая-то черная она вроде бы и не грязная она реально как бы ну прозрачная нормально но черная темная вода и что парадоксально вот сколько я зелень здесь не ставил всякие ну кислоту файтайгера там или разнообразную какую-то другую кислоту поклевок в разы меньше ставить начинаешь какие-то натуралки с какими-то блесками и начинаешь ловить рыбу парадоксально хотя посмотришь на воду думаешь ну надо кислотой работать что-то яркими приманками ничего подобного и это очень на самом деле интересно ниже по течению есть коряжки попробуем обловить их главное бы нам не встрять на эти коряжки очень мелко и много всяких водорослей все друзья мои начинается дождик прячу панасоник камера боится воды немного грязь и 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 всем привет друзья мои я на речке лопасня сегодня взял с собой приманки от компании от от герман и от суёки вот эти три фирмы мы попробуем побросать а бросать мы будем спиннингом от компании спорта нова ультралайт до 5 грамм 1 5 длиной 2 метра идем вдоль речки пробуем что-то найти пусто интересно вот это кидал дай один глубоко да глубоко так я попробую здесь остановиться попробую здесь половить на место места красивые окунь есть окуня видели но почему-то не реагирует ни на какие приманки окунь причем ходит такими стайками по две по три штучки и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Воблер стоит практически на месте... Офигенно вообще работает... Вам, наверное, на камеру не видно... Но я просто восхищаюсь работой приманки... Тиба 62СП... До 0,8 метров... Ну, короче, метровик... Ну, так он, я смотрю, идет где-то... Ну, как раз, наверное, сантиметров на 80-70... Олта, это... Бывшая... Ну, скажем, рыболовная компания рыболов... Сделали ребрейдинг... И назвались компанией Олта... Это наша отечественная компания... Которая делает... В Китае... Приманки... Ну, не только приманки... У них палатки... Раскладушки... Туристические... Кемпинговые всякие... Вещи... И в том числе... Приманки... Ребята предложили мне потестить... Данные приманки... Я сначала как-то к этому отнесся... Не очень... Незнакомые они для меня... Но... Соблазнило именно то, что... Они особо незнакомые... То есть... Если я их... Разловлю... И... Они будут... Успешно ловить, скажем, рыбу... Мне это будет приятно... Потому что... Ну, данные... О данных приманках я ничего не слышал особо... Возможно... Я кого-то сейчас обижу тоже... И... Скажу какую-то, может быть, нелепость... Но я о них ничего не слышал... Приманки стоят где-то в районе... Четырехсот рублей... В районе пятьсот рублей... Они там... Разноплановые... У них пока... На сегодняшний момент... Так понял, что не очень большая серия... Приманок... Но приманки все... Реально мне очень нравятся... Работа приманок... Очень нравится... Ну и по качеству они сделаны... Тоже неплохо... В основном у них... Твичевые серии... Кренков особо нету... Скажем... Головлиной серии... Щучья... Тематика в основном... Судачья... Ну и такие вот... Небольшие приманки... Как... Данный воблер... У них тоже присутствуют... Есть трейлинговые... Приманки... Которые я тоже взял... У них на тест... И будем пробовать... Ими ловить... Надвигается туча... И... Наверное... Она нас накроет... Хотя... Может быть... Мимо пройдет... Хотелось бы до вечерка... Половить... И хоть чего-нибудь поймать... Я не знаю почему... Но на зеленые... Приманки... Не реагирует сегодня рыба... А может она вообще ни на что не реагирует... Из-за такой погоды... Реально тучи... Сегодня весь день... Мы на свой страх... И риск решили выехать... И попробовать половить... Также мне очень понравился облер... Бонго... Бонго-бинго... Вот я пробовал в зеленом цвете... Пока ничего не поймал... И сейчас попробую в натуралочке... Он... У них идет... По-моему... В двух размерах... 62-й... И 75-й... Оба, кстати... Воблера... Суспендеры... Причем... Суспендеры... Реально очень хорошие... Печально, что портится погода... Очень хочется надеяться, что... Каким-то образом... Все-таки эта погода... Принесет какую-то рыбу... Точнее... Непогода... Неудачный заброс... А... Неудачный... Данный воблер... Отлично играет еще боками... То есть... Во время подтвичивания... Во время... Подтвичивания... Он еще хорошо играет боками... То есть у него боковая игра хорошая... Неплохо работает на равномерной проводке... И прекрасно твичится... Причем... Он... Медленно тонущий... Если Тиба... Медленно всплывающий... То этот... Медленно тонущий... А вот это... По-моему... Кобиздец... Нет... Я его спас... У меня... К сожалению... С собой нету отцепа... Но в данной ситуации... В принципе... Отцеп бы не помог... Отцеп я не взял... Я все-таки думаю... Что под тем деревом... Все-таки есть... И окунь и щука... Но вот как туда мне бросить... Так... Чтобы он там... Немного задержался... Опс... Ох... Хорошо ушел... А теперь я там попробую... Немного его задержать... Очень я жду... Атаки щуки... Ну или хотя бы окуня... Но щуки нет... Да-да-да... Давай... Поймали только где... Щучка, окунь то... Щучка... Голос вольте... О! О! Рыбалка... Щучка... Красавица... Отпуская... Отпускать будете, да? Конечно Малинка... Смотри-ка какая... Одна щучка есть... От нуля батя ушел... На Чабик... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Опа, дождь Субтитры сделал DimaTorzok 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 Здесь не очень глубоко Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну капризно, конечно, все равно Ну в Подмосковье Два шнурка Головль Это уже неплохо Ну по крайней мере Меньше брали Ну еще вода хреновая Совсем она какая-то черная может мутновато а можно всегда такая по что я рассказывал я тоже на упасть и приехал вода вообще черная была я правда не здесь была вот да это постоянно есть по берег а берег завела вот такой маленький шнурочек в этот раз попалась на германовскую приманку маленькую миноку даже не помню как называется очень старый убирок вот такой отпустим сход было вот видишь как хорошо что взял номинал такой вот вот здесь небольшая струйка при ямок небольшой течение и мы сплавляем воблер по этой струе то воблер отдаем назад то проводим вперед то на месте стоим если делаю проводку на себя получили желательно конечно присесть на корочку у меня уже спина болит и жопу боится мочить а а а а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...